Граница. Здесь всегда тихо. 24 на 7, 365 дней в году наши спецслужбы и пограничники делают все ради безопасности. Но эта тишина обманчива. Украинские спецслужбы очень хотят, чтобы у нас взрывалось, горело и гибли люди. Сегодня граница – территория, на которой действуют законы фактически военного времени. В борьбе с терроризмом все решает острота момента. Поэтому проводятся спецоперации, в которых среди террористов и агентов есть и раненые, и ликвидированные. Для терактов нужны оружие, взрывчатка и агенты. Спецслужбы Украины, те же ГУРМО, служба безопасности и служба внешней разведки, выстроили целый алгоритм действий. Кто-то переправит арсеналы через границу, кто-то спрячет и кто-то взорвет. Киев втягивает свои черные замыслы жителей пригранища нашей страны. Мы представляем три истории. Все они – реальные события. Январским днем 2024-го в один момент сотрудники КГБ задерживают сразу 12 местных жителей приграничного района. Где лежит? Где в лесу лежит? Что ж Украины толкало? Вот так жёстко, не церемонясь. В таких условиях наши спецслужбы, опираясь на закон, руководствуются текущей боевой обстановкой. Никакой жалости, потому что задержанные нелегально через границу забирали взрывчатку, на территории Беларуси делали тайники и были агентами украинских спецслужб. При задержании бойцам группы А пришлось стрелять. А как ещё? Ведь, например, этот фигурант оказал активное сопротивление, пытался скрыться и создавал угрозу для жизни сотрудников Комитета госбезопасности. Капуза Дмитрий Павлович. Родился в 1989 году в деревне Сварынь Драгичинского района. После школы нигде официально не работал. Причастен к контрабанде, нелегальной миграции, незаконной вырубке леса и охоте. Агент украинских спецслужб. Контрабандой Дмитрий Капуза занимался всю свою жизнь. До украинской границы всего пару километров. С той стороны его связным был Михаил Кинчак. Кинчак Михаила Викторович. Родился в 1984 году на Украине. Проживает в селе Ветлы Лебешовского района Волунской области. Работает в местном лесхозе. В силу профессиональных обязанностей прекрасно знает приграничья и подходы к границам. Ранее судим. Агент украинских спецслужб. Деревни, где жили Капуза и Кинчак, были всего в пяти километрах. Общались они исключительно через WhatsApp. Только так. Но как-то украинец сказал перейти на новую сим-карту. Такое условие поставили спецслужбы Украины. Сим-карта должна быть на левого человека. Конспирация. С подключением помог родной брат. Капуза Александр Павлович родился в 1987 году в Драгичинском районе. Неоднократно привлекался к ответственности за нарушение пограничного режима, незаконную вырубку леса, избиение жены. Судим за наезд на пешехода, который скончался. Капуза с места аварии скрылся, за что осужден на 4,5 года лишения свободы. Работал в местном хозяйстве, но основные доходы приносила незаконная деятельность. Параллельно с границей передадут телефон для связей. Но не просто трубку. СБУ нашпиговало его шпионскими программами, чтобы отслеживать и держать на крючке. Не выполнишь задание – сдадим. Сим-карта, телефон – все это нужно было для задач, которые несли бы за собой смерть. Однажды с Украины сообщат – есть товар, надо перетащить через границу. За ним Капуза отправится со своим земляком-однофамильцем. Капуза Владимир Иванович родился в 1985 году в Драгичинском районе. Нигде официально не работал. Зарабатывал контрабандой, нелегальной миграцией, незаконной вырубкой леса. Неоднократно привлекался к ответственности за незаконное пересечение границы, хранение оружия и боеприпасов, а также за избиение жены. Дима говорит, ты хочешь на хлеб заработать? Он попросил, сходи бы. Кто просил? Дима. Фамилия? Капуза. За опасным грузом они раньше ходили не раз, но сейчас лесник Миша передаст несколько увесистых вещь-мешков. Он вперед как бы и шел к камушкам, и шел вперед за метром пятьдесят. Вот подожди, стой. Подожди, стой. Он раз пошел, взял, принес и это самое. Ну вот, да, пошли. А сейчас пошли. Типа до деревни. Мишки перебрасывали на безлюдном участке границы, сплавляли по воде. С Украиной платили наличными. В американской валюте. Я достал, что я не спрашиваю, но думаю, нет, все, 10 долларов, 20 долларов, 30 долларов. Я ничего даже не спрашивал. Задача от СБУ – забрать посылку с границы, а дальше сделать тайники, куда и нужно положить груз. Для этого Капуза подключил жену. Когда он ездил и закладывал закладки, я была рядом. Он мне просил, чтобы я фотографировала. Мама! Он забирал и прятал товар, она снимала, а потом фотографии с геолокацией отправляла на Украину. Когда супругов задержат, каждый из них будет валить все друг на друга. Хотя действовали вместе. С кем мои дети? С кем наши дети будут? Ах, миноватые. Зачем кто тут? Я не знаю, кто тут. А я миноватая, я миноватая. А ты видела это? Ты видела это пока? Я не видела это. Ну я не видел, боже, что... Слушай, я ничего не знала. Капузы оборудовали в Драгичинском районе возле дорог сразу несколько тайников. В каждом из них была взрывчатка. Я трогал двадцать вот туда вот. Понятно. Заложил, продолжайте, рядом. 150 евро мне дали за это. Опять позвонил, предложил опять принести. Я согласился, поехал, забрал и обратно. Прямо в второе место он жил. Приехал я в город, забрал жену. Раз работы, от вечера такой, попросил, забрал, попросил, она не шла домой, поехал съездить со мной сюда в одно место. Сюда, на эту дорогу, три раза приезжал. Для того, чтобы извлечь взрывчатку, специалисты потратят несколько часов. Меры предосторожности окажутся не лишними. Средства взрывания, элементы питания, классично различные вещества зарубежного производства. Некоторые тайники окажутся пустыми. Взрывчатку, которую оставит Капуза, ранее забрал кто-то другой. Наши спецслужбы вычислят, что это сделал некто Еремеев, который признается, что совершал теракты, в том числе и в России. Еремеев Сергей Викторович. Родился в 1971 году в Новополоцке. 20 лет отработал на Нафтане. В августе 2020-го был участником массовых беспорядков в Беларуси. В ноябре того же года вступил в стачку. Это один из участников стачки Александр Соколов. Он работал вместе со мной на НПЗ. Он был в Литве, но где он сейчас, я затрудняюсь ответить. Потому что все время мы связывались только по мессенджеру, телеграм, общались там. Соколов Александр Игоревич. Родился в 1989 году в Новополоцке. Работал на Нафтане. После участия в массовых беспорядках 2020-го сбежал из Беларуси. Проживает в Польше. Фигурант уголовного дела по статье 356 «Измена государству». Находится в международном розыске. В настоящее время поддерживает экстремистскую деятельность, которая финансируется СБУ и спецслужбами Польши. В одном из общений он спросил, может ли он дать мой номер телефона человеку. Там требуется, ну, это самое, со мной хотят пообщаться, так сказать. Человек начал меня расспрашивать, чем я занимаюсь, какая у меня машина. Спросил, как далеко он, ну, я ездил. Ну, я сказал, что тысяча двести, полторы тысячи километров расстояния и поехали мне не по мне. Все это было с Украины, СБУ или, там, ГОР. Как бы, ну, человек интересовался, как бы, ну, вы понимаете. На второй, по-моему, он даже сказал, ну, вы понимаете, с какой я странный. Методы СБУ разные. Кого-то подкупают, кого-то запугивают, а где-то действуют через беглых. Главное – использовать человека. Расходный материал. Дальнейшая судьба никого не интересует. Так было и с Еремеевым, и с Капузой, которые сделают своё чёрное дело. На местности, помимо координат, перекрёсток и на сломанной ветке висела бутылка. Кёрточками покидал, должна быть бутылка ещё. Рюкзак должен быть. Вещмешок советского образца, бежевого цвета. Они с точностью до сантиметров укажут место, куда один положил рюкзак, вещмешок с взрывчаткой, а другой, спустя время, его забрал. Вот здесь вот где-то он был, находился. Здесь, когда была трава, это была осень. Здесь была высокая трава, и он, скажем так, лежал сверху присыпанный травой. Из Драгичинского района Еремеев через всю страну перевезёт 12 взрывных устройств с пультами управления. Спрячет опасный груз в своём гараже в Новополске. Через неделю примерно после того, как я их привёз на сеансе связи, с Алексом присутствовал ещё текстов, и который мне дал инструкцию, как проверить самотоспособность и как их устанавливать в момент совершения поступления. Они были упакованы по две штуки каждая. То есть два взрывных устройства и пульты управления были отдельно. Они здесь хранились, пока я не уехал в Российскую Федерацию. Вот он взрыв, обнутый, вырывал. Смотрите, толщина какая-то. Вот она. Это какой же силы взрыв был? Ложили его сюда, вниз, чтобы не было видно. Ну вот это вообще. Четыре тысячи было в закладке, и около двух тысяч в долларах, ну это всё в долларах, присылалось потом на карточку. Другая история развивалась параллельно Драгичинской. И там, и там была взрывчатка. И деньги, которыми украинские спецслужбы прикармливали продажных людей. Таких вот, как этот, который продался всего за полторы тысячи рублей. Грук Евгений Иванович. Грук Евгений Иванович. Родился в 1991 году в Кобрине. Постоянно проживал в Малорицком районе. Злоупотребляет алкоголем. Склонен к токсикомании. Зависим от азартных игр. Привлекался к ответственности за кражи, избиение жены и уклонение от уплаты алиментов. Семья находится в социально опасном положении. Про таких, говорят, промотал жизнь. Ставки, алкоголь, дружки. А еще рассуждения про политику и Украину. Почитывал новости в Телеграме, комментировал, а еще общался и, в конце концов, был завербован. Почитывал новости в Кривии. Есть у меня в лагерь в Украине. Нервные чудески. Чуть более летели. Когда началось с КО, вместе мы общаемся. С Иваном зовут. И он предложил мне пообщаться с его, как бы, соблодеремник парнем. Он был в этой, как, ТРО. Ну, впрочем, ну, по-моему, как-то, с первых дней, там, на заработку, что, типа, он, как-то, там, передал какому-то, там, другому человеку. Угу. Что, типа, я вижу слова. Так, а самое, что, да, его отец. Потом этот Слава сказал, что со мной еще один человек хочет пообщаться. Ну, и начал общаться с Ажа. Тоже, якобы, они либо служат, либо сейчас тоже вместе. Ну, как бы, он, этот Александр, уезжает, там, первый назад. Типа, Недяслава, там тоже сейчас, тут времени нету. Он, типа, меня свяжет с еще с кем. Вот, ты есть. Потом со мной связался. Олег. Два года спецслужбы Украины вытягивали информацию, что происходит в Беларуси, как обстановка, где есть военные. А Грук был осведомителем. Получал задания и выполнял их. Один раз ездил в Патрон. Угу. Такой задец был. Он был в Гурмончик. В Гурмончик, в Гурмончик, в Гурмончик. И вот, прошел, познавались, что такой дезерктор небольшой. Вот этот дезерктор сфоткал, этот Гурмончик сфоткал. Там, где, да, такой дезерктор, такой дезерктор. Типа, он такой, как салат, что ли, как. После этого в Киеве в Гурму его включили в список тех, кто сгодится для террора. Агент Грук даже список заданий получил. Угу. 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 Вскоре Грук получил задание – забрать из тайника пакет. Это тоже была взрывчатка. Доехать в поселок Логишин Пинского района Груку помог Виктор Яскич. Яскич Виктор Витальевич. Родился в 1989 году в Малорицком районе Брестской области. Неоднократно привлекался к ответственности за кражи и сбыт поддельных денежных купюр. За последние несколько лет сменил 8 мест работы. Мы доехали до Логишина, повернули налево. Это за… там есть бар, или, ну, по-моему, разъедутые дорожки. Вот. Повернули налево, приехали туда за ту деревню, ну, за сам Логишин. Начался деться, он попросил, говорит, остановись здесь. Я остановился, он там какой-то пакет забрал один. Он сказал, что надо забрать одну вещь, ну, как бы, на телефоне у него есть точка, его акации. И перевезти там в другое место, где закопали. Я просто получил за это денежное вознаграждение. Сколько? По-три тысячи рублей. Мне были переведены на карту. Я особо сильно там не расспрашивал, просто, для чего, зачем. Надо просто, потому что плохо спрятали, надо развести и попрятать. Вот, ну, такой, грубо говоря, ответ я получил. Ну, я так понял, что кто-то другой потом будет забирать, типа, в разделенных местах. Из тайника Грук заберет груз, а дальше по дороге на Ганцевичи они с Яскичем делают остановки. Грук распределяет содержимое на три части и каждую прячет в новые схроны. Делает снимки с геолокации, отправляет и отчитывается. Дельфон, вот этому авиеву, и как у него, и он сейчас снимал, он это заваривал. Он говорил, что это с Украины, с разведки или откуда, ну, военные. Здесь он показывает, что, вот, здесь он мне громадит играл. Ага. Плазь, идет вот в этом секторе, значит, кто-то живет. Вот он, пошел. Вот он. Побольше сводок начали. В ткани, зеленого цвета. Это, ну, я только, ну, скажем так, только кизм. Визуально, ну, в какой-то спракте еще не висточен, да. Что интересно было, вот, смотрите, я вам покажу. Я не понял, заводская спайка. Не открытая, не искрытая. Ткани змеи. Но оно было одна на одна. Стояло, да? Да, да. В форме такой тумбус. Все верно, да. Ну, Титай не видел, но завернутся, думаю, это где-то уже. Три классиковых банки, завернутых в пищевую пленку. Визуально в каждом контейнере находится большинственное, большинственное вещество. Это может быть ПВ-7, ПВ-4, либо С-4. Опачки. Хорош. 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 Грук, как и Капуза, влез в терроризм сам. Еще и жену втянул. Она помогала выполнять задания украинских спецслужб. Ездила к военному полигону, тратила деньги, которые приходили с Украиной. Вопросов не задавала. Хотя прекрасно понимала, кто отдает приказы. За три тайника заплатили полторы тысячи рублей. 200 из них получил Яскич. Под Новый год с Украины прислали еще 400 рублей. И сказали купить айфоны для новых заданий. Вся деятельность этой семьи с самого начала контролировалась белорусскими чекистами. Ответят по закону. Будет время подумать, как теперь будут жить их четверо детей, которые даже еще в школу не ходят. 15 февраля в сторону юга Беларуси взмывают боевые вертолеты. В Лейческом районе началась чекистская войсковая операция. Ситуация в южном приграничье непростая. Для борьбы с диверсантами, бандами и террористами теперь применяются методы, которые доказали свою эффективность еще в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Вопрос национальной безопасности страны. Перешедшие со стороны Украины границу были задержаны. Имена задержанных, а также подробности спецоперации раскрыл Комитет госбезопасности. Дело рук украинских спецслужб. Ко мне подошел к человеку и попрысал в стражерную судьбу. Он сказал, работа, вот на Белоруссию протащить товар, там где-то закопать и все. Кабарчук Сергей Николаевич родился в 1963 году в Волынской области Украины. Работал в погранслужбе. После увольнения стал контрабандистом вместе с сыновьями – младшим Богданом и старшим Павлом. Мы думали, что срывчатка, и если они говорят, что ее оставить здесь и сделать фотографии, как геолокации, ну, мы так думали, что у них есть человек в России, что приедет и заберет, и все. Эти слова и еще одно подтверждение, что украинские спецслужбы для терактов используют все возможности. Чужих своих людей все равно – пушечное мясо. Отец и сын Кабарчуки были под следствием, но их выпустили. Потому что пообещали, что закроют дело, и все. Я делал это по заданию СБУ. Я понимал, что там что-то серьезное. Думаю, так, может, срывчатка какая-то. Думаю, она же тяжелая. Вот будет там три рюкзака, вот, четыре. Ну, всего будет килограмм действовать. И уже мы вышли к знаку. Государственная граница наша. Там еще колючка. Мы вернулись назад к машине. Рендрог. Да, у Рендрога. Светлый, светлый. Светлый. Польские. Польские, да, польские номеровые. Границу переходили ночью. Впереди сын с тепловизором. Отслеживать, чисто ли. Сзади отец с рюкзаками. В это же самое время с Украины активно следят и направляют. Но визуальную и техническую разведку сразу же свернули, как только агентов задержали наши пограничники. Обнаружен пластиковый корпус, который был снаряжен пластичным взрывчатым веществом, предположительно 1,5-2 килограмма. Два электродестанатора, которые запитывались от аккумуляторной батареи. И также был присоединен к данному устройству пульт дистанционного взрыва. Гимнастический тубус, снаряженный пластичным взрывчатым веществом, куда был установлен также пункт дистанционного возведения, электродетонатор, аккумуляторные батареи с сим-картой. В следующем пакете были стандартные кассетные авиабомбы 2,5 кг, которые снаряжаются тротилом, плюс были доснаряжены пластичным взрывчатым веществом, камера, пульт управления дистанционного, также телефон и деньги. Задержанные диверсанты СБУ сотрудничают со следствием и дают показания, но задуматься заставляют и быть всегда на стороже действия украинских спецслужб. Они уже не гнушаются ничем. Украинские спецслужбы используют широкий спектр методов. Наряду с вербовкой на основе материальной зависимости используются и такие циничные методы, как шантаж и угрозы. Но даже в этом случае лиц, причастных к террористической деятельности, ждет суровое наказание. Так, санкция части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание вплоть до смертной казни. Вместе с тем, белорусский уголовный закон, в частности, примечание к статье 289 Уголовного кодекса, предусматривает полное освобождение лица, участвовавшего в приготовлении как-то терроризма, от уголовной ответственности в случае добровольного и своевременного сообщения в государственные органы о саде. Украинские спецслужбы уже давно стали экспортерами смерти, но жителям Беларуси стоит запомнить навсегда – в нашей стране очень жесткие подходы по борьбе с терроризмом. Очень. И если будет хоть малейшая угроза здоровью и жизни людей, если кто-то будет связан с иностранными спецслужбами, церемониться не будут. Всех, причастных к терроризму, будет ждать ликвидация. Если вы оказались в сложной ситуации, если вас втягивают в преступную деятельность, если вас пытаются использовать зарубежные спецслужбы или другие лица – сообщите. Это поможет защитить вас и сохранить жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...